женская мода живопись мужская скульптура в эфире самая модная программа fashion is our profession и я ее ведущая ксения gold сегодня в программе мы пообщаемся с организаторами мероприятия мисс и миссис миск 2020 аленой лобановой и алексеем грекулом а также побываем за кулисье модного ивента мельница моды и поговорим о макияже как известно говорят красота спасет мир сегодня ко мне в гости пришли организаторы конкурса мисс и миссис минск алексей греку и алена лобанова и и мой первый вопрос как же вы решились в условиях пандемии в беларуси провести конкурс красоты изначально конкурс планировался в апреле месяце но из-за ситуации в стране мы его перенесли на два месяца вперед в июне месяце когда все массовые мероприятия были уже официально разрешены что было самым сложным организация конкурса в условиях пандемии это просто необыкновенная необыкновенный опыт для нас обычно на конкурсах выбирают или мисс или миссис а вы в этом году сделали или объединили сразу вместе и мисс и миссис расскажите подробнее почему вы решили это сделать сразу в одном конкурсе вообще в мировой практике конкурсы мисс и миссис часто совмещают это нормальное явление и мы в беларуси впервые мы первые кто объединил формат конкурса и на мой взгляд это вышло очень удачно для зрителей это получилось более захватывающее как шоу и также для участниц потому что объединение юных девушек и взрослых женщин а некоторые из них на минуточку имеют четверо детей в целом создала картину дружелюбности сплоченности коллектива по каким критериям вы отбирали девушек и какие обязанности появились у победительниц после того как они выиграли титулы мисс и миссис минск первоначальные критерии для отбора участниц для мисс это рост от 164 сантиметров а с активной жизненной позиции без детей не замужем а для миссис рост от 160 можно с детьми так и без детей обязательно замужем быть харизматичной и уверены в себе женщины по этим параметрам мы отбирали первоначально к нам поступило более 3000 заявок мы отобрали около 500 а мы проводили личные собеседования и в ходе личного общения мы выявляли уже финалисток мисс и миссис минск 2020 дополнить что кассе массового характера было личное собеседование тет-а-тет с одним из организаторов чтобы выявить максимально речь девушки насколько она начитана и образована потому что речь это лицо человека на мой взгляд также у нас были конкурс талантов кулинарный конкурс и фотосессия на этих конкурсах определялись сильнейшие участники также на протяжении репетиции по порядка трех недель в различных ситуациях мы смотрели как ведут себя девушки о чем думают о чем говорят как они взаимодействуют друг с другом как общаться с организаторами и также мы обращали внимание на социальные сети о чем они пишут это главные такие критерии и также на протяжении трех недель жюри конкурса следила за ними приходили приходила на репетиции и выявлялись уже по критериям сильной хореографии не только творческих способностей пластики как я говорила уже женственности я знаю что вы сами участвовали в различных конкурсах красоты расскажите о себе у меня высшее европейское образование профильное организатор мероприятий уже с пеленок так сказать на сцене я около 20 лет то есть 6 лет я на сцене я танцевала в руссконародном ансамбле также я участвовала и побеждала во всероссийских и международных конкурсах красоты то есть я была и по ту сторону как участница и уже и по эту сторону как организатор и для организатора очень главное иметь такой опыт потому что это дает определенные методы и задачи для того чтобы сформировать правильный коллектив и задать правильный темп работы на данный момент я обладательница более 20 призовых мест и титулов с конкурсов красоты некоторые из них топ модель мира 2013 лучший модель россии 2016 звезда средиземного моря 2016 и так далее также я являюсь дизайнером корон ручной работы это для меня и работа и хобби одновременно также все свои платья и национальные костюмы для конкурсов я шила сама и разрабатывала их сама я очень люблю заниматься хендмейдом шитьем все что связано с рукоделием а вот эта корона у меня с конкурса очарований россии у меня также есть титул первая лица мисс очарований россии 2019 какие привилегии получили девушки после конкурса многие участницы получили очень достойные призы и подарки например наша финалистка топ-5 конкурса миссис минск анна иванюк стала лицом бренда келлин кляйн москву и также она получила возможность сняться в журнале у нее пройдет индивидуальная фотосессия для этого бренда и будут далее далее эти снимки публиковаться в журналах также ольга зубович топ-5 мисс минск 2020 у нее уже были съемки для итальянского дизайнера totti и также сальваторе totti и отправляет на международный конкурс фотомодель италии также наша победительница 2 вице мисс минск екатерина ладутька стала участницей телепроекта супермодель по-белорусски а это открывает огромные возможности для получения международного контракта модельного и также продвижение ее как модели и также наша победительница мисс минск евгения кремович и миссис минск мария селения получили возможность представлять страну на международной арене от партнеров конкурса миссис минск представляет он на конкурсе миссис европа и не смех представляет страну на конкурсе мисс евразия титулы вниз и миссис минск накладывают на себя определенное обязательство под поверьте короны у девушек не будут просто так лежать на полочке и пилиться потому что у нас впереди много благотворительных акций и мероприятий вместе с нами как с организаторами они будут участвовать походе в детские дома помощь приютам животных также у девочек сформировалась на протяжении трех недель свои какие-то проекты идеи в этом направлении вот я знаю часто что на конкурсах красоты бывают разные скандалы интриги капризничали девушки при подготовке конкурса такое к сожалению бывает на конкурсах красоты но мы профессионалы в своем деле мы организаторы с большой буквы поэтому мы работали с ними и психологически морально у нас даже не было и намека на скандал у нас царила атмосфера добра позитива сплоченности как себя поставишь как преподаватели поставить и и вознесут конкурс так девушки на настрой да и цель конкурса да и постоянно напоминание да что такое конкурс да то есть и как себя нужно покажет потому что как не пять девушки борется за то чтобы быть лицом города заключительный вопрос какие планы на будущее вы строите в октябре мы запускаем новый проект фестиваль красоты и моды месяц вселенная беларусь это проект нового формата с новыми идеями для реализации такого беларусь еще не видела детали мы пока не сообщаем но непосредственно скоро вы все узнаете а конкурс миссия миссис минск мы теперь будем продолжать ежегодно в едином формате это будет также два конкурса мисс миссис минск с вами были алексей греку алена лобанова в программе фэшн и зао профессион презирать моду также неумно как и сильно рьяно ей следовать смотрим следующий сюжет привет самым модным людям нашей страны это рубрика дневники мельницы моды в которой мы с вами будем первопроходцами по закулисью главного молодежного фэшн проекта нашей страны республиканского фестиваля конкурса моды фото мельница моды 2020 уже в 29 раз фестиваль собирает самые нестандартные и креативные тенденции и образы модных художников нашей страны люди одно из самых востребованных и популярных профессий в современном мире визажисты и сегодня являются гостями нашей рубрики над образами моделей на показе мельница моды 2020 работают официальные визажисты проекта карина ваша школа впервые является партнером ежегодного республиканского фестиваля конкурса моды и фото мельница моды в этом году ваша команда будет создавать образы для моделей которые выйдут на подиум представляя коллекции одежды и аксессуаров белорусских дизайнеров как известно макияж для подиумной модели отличается от всех остальных видов макияжа он не должен подавлять демонстрируемую коллекцию расскажите пожалуйста тонкости а возможно и секреты макияжа данного типа для меня быть партнером мельницы моды очень символично потому что именно с нее началась моя работа бьюти индустрии когда мне было 13 14 лет я участвовала в показах в роли модели именно модельной школе у меня были первые уроки по макияжу на модных показах модели обязаны выглядеть идеально главная задача визажиста в очень короткий промежуток времени сделать безупречный профессиональный макияж некоторые модели меняют наряды по несколько раз в продолжении всего шоу поэтому подиумный макияж очень практичен и устойчив к высоким температурам механическим воздействием а сейчас мы приступаем к созданию макияжа для подиума для девочки подростка для этого мы используем минимальное количество тональной основы подчеркиваем рельеф кожи с помощью скульптора добавляем немножечко сияния на наши зоны объема создаем немножечко румянца на зоне яблочек нашего личика далее мы создаем естественные бровки с помощью геля фиксатора добавляем немножечко ресничек немножечко теней для наших глазах и сделаем наши губки более пухлыми с помощью блеска для губ сейчас мы приступаем к тонированию нашего лица минимальное количество тональной основы наносим на наше личико остаточками спускаемся на кожу нашей шеи и остаточками обрабатываем ушки с помощью румяна мы добавляем естественный румянец наносим на наши щечки с помощью хайлайтера создаем блики на нашем личике чтобы подчеркнуть прекрасный рельеф губ нашей модели используем блеск тон наших губ создаем линии бровей более естественными с помощью геля с помощью туши мы подчеркиваем наши реснички делаем их более объемными наша модель подросток готова покорять подиум карина спасибо что вы стали гостями нашей рубрики уверена каждый кто посмотрит это видео вынесет для себя много чего интересного и полезного вода это управляемая эпидемия в отличие от коронавируса а я с вами прощаюсь следите за своим здоровьем до встречи на следующей неделе помощь бывает разное слушать и слышать когда в этом особенно нуждаются объединить тех кто вместе может сделать больше доставлять то что жизненно необходимо говорить простыми словами о трудном помогать тем кто помогает всем нам быть благодарным и причастным каждый из нас может стать тем кто не остается в стороне кто действует во благо вместе мы сможем помогая с нами